Приветствую вас, мне бы хотелось начать с того, чтобы заметить вот причин, по которым ваш коллега изменил свое поведение таких вот общих, без индивидуальных особенностей и без учета его каких-то характерных черт, да, и так далее может быть на самом деле две основных Первая причина это, ну, условно говоря, синдром завышенных ожиданий Что это значит? Что есть синдром завышенных ожиданий? Синдром завышенных ожиданий это когда человек ожидаст от отношений с, например, вами чего-то для себя, чего-то для себя такого, ну, я имею ввиду хорошего, да, положительного Но он это не получает и из-за этого у него возникает, собственно говоря, неудовлетворенность И он ожидал от отношений с вами, возможно, чего-то положительного для себя Каких-то, ну, позитивных моментов для себя Но в итоге так ничего и не получил Вследствие чего и получилась такая вот ситуация То есть получилась ситуация, при которой мужчина почувствовал себя, ну, скажем так, брошенным Скажем так, отвергнутым, скажем так, неудовлетворенность Почему он так себя почувствовал? Это вопрос другой, да, то есть тут уже особенности вашей отношения к ним Его ожидания и прочее То есть здесь понять можно только и только лишь анализируя Анализируя достаточно детально то, что с вами произошло Потому что пока вот так понять довольно сложно Очень много, может быть, предположений А предположения строить мне бы не хотелось Потому что, ну, это не то, чем занимается психолог Не то, чем занимаются специалисты в этом области А дальше, значит, что касается второй причины Что касается второй причины, то здесь ситуация следующая У мужчины в жизни произошли какие-то вещи Ну, это могут быть совершенно разные вещи Вплоть до, ну, вплоть до своих каких-то проблем То есть совершенно банально у мужчины могли возникнуть какие-то свои проблемы Которые он впоследствии просто-напросто спроекцировал на вас Вот и все И вам нужно было бы всего лишь навсего понять Какие это у него проблемы То есть какие у него проблемы Что с ним случилось И, может быть, это никак к вам даже не относится вообще То, что происходит Может быть, делать все не в вас А в нем самом И тогда вам нужно просто проанализировать То, что происходило с ним в последнее время Может быть, вспомнить какие-то его дела Какие-то его, там, я не знаю, события То, что с ним происходило Ну и прочее, прочее, прочее И тогда у вас, в принципе, я не думаю, что будут проблемы с идентификацией того Что-то не произошло Дальше Дальше вы пишите Такую, на мой взгляд, интересную вещь Ну, как интересную Важную вещь Важную вещь именно с точки зрения психологии Вы пишите следующее Что я боюсь Пишите вы Подходите к нему И спрашивайте, в чем дело Знаете, очень интересный момент Вы боитесь Чего вы боитесь? Вот вы пишите Я боюсь Я боюсь Пройти и спросить А почему вы боитесь Пройти и спросить? Чем вызван ваш страх? Это, вообще говоря, очень важный момент По-моему, что, как бы, ну Если вы боитесь Значит, у вас на это есть основания В данном случае Страх совершенно очевидно Мешает вам адекватно воспринимать ситуацию Страх мешает вам Адекватно Разрешить проблему Которая у вас произошла И этот страх нужно убирать Потому что страх Это мистическое явление По большому счету И вам нужно спросить себя Чего именно вы опасаетесь Вам нужно спросить себя Чего вы боитесь Потому что Пока Не очень понятно Каковы причины Вашего страха И чем они Обусловлены Вообще Если вы, например, боитесь Того, что Мужчина вас отвергнет Ну Почему вы считаете Что это будет Ваша, например, вина Тогда Что он вас отверг Если вы боитесь Что вы перестанете Общаться Например Например Так По сути дела Вы уже На данный момент Вы уже По сути Не общаетесь То есть Между вами Нет как такового Общения Уже Это означает Что вы Ничего не теряете Когда И если Подойдете к нему Далее Вам нужно Спросить себя Чего вы боитесь Сильнее всего Чем вызван Ваш страх А далее Просто-напросто Отвергивать себя Вопросом Произошло ли это Или еще нет Самое Как правило Человек Который боится Опережает То, чего он боится То есть Опережает В своем Представлении О опасности Которую Он стремится Избежать Опережает Ее И ведет себя Так Как будто Она уже Наступила Хотя На самом деле Ну Очень понятно Что Как бы Ее еще нет Что Опасность Не наступила И что В общем-то Бояться Еще нечего Но человек Ужабается И вам В этот Матый Момент Для себя Тоже Нужно Как это Не странно Тоже Нужно Для себя Разъяснить Потому что Взрослый Человек Не может Бояться Каких-то Вещей Потому что Это Поведение Деструктивное Оно вам Ничего Хорошего Не принесет Вообще Дальше Дальше Вы Помогите Понять Пожалуйста Его Ну Я надеюсь В этом Я вам Промог Какие У вас С ним Будут Отношения Ну Понимаете Отношения Будут Точно Плохими Если Вы Не Выясните Их Сейчас То есть Если Вы В данный Момент Времени Не Выясните Их Эти Отношения То Они Точно Будут Плохими Самой Человек Откуда Ввязываться К чему-то Хорошему Если Вы Сейчас Практически Не Общаетесь Вы Боитесь Например Подойти Да К мужчине Вы Боитесь Подойти К ним Ага Собственно Он Думает Что Ну Он Думает Что Вы К нему Не Подходите Потому Что Не Хотите Понимаете И Вот В этом Как раз Кроется Самая Большая Проблема Что Вы Думаете Вы Думаете Что Мужчина Не Хочет А Мужчина Думает Что Вы Не Хотите И Из-за Этого Происходит Такой Вот Ну Такой Диссонанс Происходит У вас Обоих И В итоге Ситуация Складывается Совершенно Ну Совершенно Негативная И Совершенно Деструктивная Дальше Вы Здравствуйте Помиримся Ли мы Ответ На Вопрос Помирить Если вы Действительно Могут Дать Наверное Однозначно Только Эзотерика И Для Ответа На Этот Вопрос На Вопрос О том Помирить Если вы Вам Нужно Перейти В раздел Эзотерики И там Задать Свой Вопрос Указав Свои Даты Рождения И Так Далее Там Вам В этом Плане Помогут Вам Нам Помогут Что касается Взгляда Взгляда С точки Движения Психологии То Верность Такова Что Ответ На Вопрос Помиритесь Ли Или Нет Однозначно Нельзя Для Том Что Это Зависит От Многих Факторов Например Это Зависит От Того Будете Ли Вы Следующий Делать То Есть Понятно Что Если Вы Не Будете Ничего Делать Вот Ну Вот Сейчас Если Вы Не Будете Ничего Делать То Соответственно Откуда Чего Возьмешь Да Понимаете Надеюсь О чем Я Говорю То Если Вы Не Будете Сейчас Если Вы Не Будете Сейчас Что То Делать Для Того Чтобы Отношения Вернуть Если Вы Не Будете Стараться Их Как-то Реанимировать То Откуда Чему Взяться Откуда Взяться Например Вашему Примирению Ну Совершенно Однозначно Что Речи О нем Не Идет Ну Не Получится Вам Помириться С Человеком Да Если Вы Сами Для Этого Ничего Не Делать Далее Если Вы Начнете Делать Что То Если Вы Начнете Проявлять Какие-то Моменты По Отношению К Нему То Начнете Например Подойдете И все Таки Поговорите Хотя Просто Заведете Разговор Я Уже Не Говорю О Том Чтобы Сразу Спрашивать В чем Дело И так Далее Может Этого Как Раз Сразу И Не Нужно Делать Я Думаю Скорее Всего Сразу Скорее Всего Делать Не Нужно На Самом Деле А Мужчина Вам Может Не Ответить Даже На Этот Вопрос Вот Значит Если Вы Подойдете И Поговорите С ним По крайней Мере Вы Зададите Какой-то Вот Ну Вектор Какой-то Вектор Рассития Вашего Отношения То есть Вы Увидите Возможно Ли Вообще Что-то Возможно Ли Между Вами Понимание Возможно Ли Между Вами Какое-то Общение Времодействие Хочет Ли Мужчина Наладить С вами Отношения Ведь Может Он Не Хочет Уже С вами Ничего Налаживать И Тогда Как Можно Говорить О том Что Вы Можете Примириться Но К сожалению Никак Никак Так что Вопрос Связанный С Вероятностью Примирения Решается Только Через Ваши действия Вот В любом Случше Ждать Пока Мужчина Сам Созреет Для того Чтобы Как-то С вами Мириться Ну Вот Именно Ждать Наверное Ничто Потому Что Слишком Много Времени Может Пройти И Мужчина Вообще Может Даже Охладеть По отношению К вам И Вообще Уже Не Не Желать С вами Как-то Взаимодействовать Ну То есть Просто Забыть Вас Может Мужчина Если Вы Будете Долго Думать Думать И Долго Не Решаться Например Там Как-то Как-то Проявить Себя По Отношению К нему Вот Я Думаю Именно Так Можно Ответить На Ваш Вопрос Надеюсь Что Вам Мой Ответ Был Полезен Надеюсь Что Помог Вам Если Какие-то Дополнительные Вопросы У Вас Остались Пишите В личку Помогу Если Вам Нанравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучше Желаю Вам Всего Доброго И Удачи